Казалось бы, что может быть проще, чем упасть? Но это случайно, а специально, не сломав при этом руки-ноги. Еще и красиво. Ольга Черкашина, для которой эта сцена вторая, говорит, если с техникой речи уже знакома, то вот так управлять телом для нее в новинку. Я всегда видела на сцене, как это делается. Я понимала, что это что-то как-то вот, есть секретик. Но вот сейчас показали этот секретик, оказывается, не совсем простой. И нога, вот посмотрите, и вот на беду. Вот эта нога должна быть контролируема этой. Ладонь. Если мне потребуется стремительно упасть, я стремительно падаю. Я не ударюсь, почему? Потому что первый удар принимает ладонь. Ясно? Она смягчает. Падать было сложно, страшно, высоко, со своего роста. Пол кажется высоко, и он твердый. Все костяшки чувствует, и как-то начинаешь себя беречь. Но, как я понял, дело как раз в том, чтобы преодолеть вот этот зажим, стать мягче, и тогда и все пройдет само. Режиссер Леонид Черкашининов уверен, то, чему научат участников театральные подмостки, обязательно пригодится и мы в личной, и в профессиональной жизни. Освободившись от внутренних и внешних зажимов, начинающие актеры переходят к следующему этапу – работе в группах. Эти упражнения, они для того, чтобы они видели друг друга, чувствовали друг друга, эмоционально чувствовали друг друга, чтобы могли, ну, как, пощупать немножечко из душой процесс вот этого общения, приспособления, существования в каких-то заданных, предлагаемых обстоятельствах. С этим согласны участники проекта. Андрей Малышев, например, участвует в большой сцене уже в четвертый раз и признается – это стало частью его жизни. Это не имеет значения, какой я раз участвую. Главное – желание на самом деле, целеполагание, стремление. То есть у меня есть внутреннее ощущение того, что я в правильном месте. Что же касается репертуара, то группа Черкашининова представит постановку по мотивам творчества Шукшина. Это пока все, что известно, остальной секрет. Как продвигаются репетиции у остальных групп – покажем чуть позже. Итоги работы можно будет увидеть 18 апреля на сцене Дворца культуры Барнаула. Филия Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости.